Дамы и господа, давайте поговорим сегодня о вредных привычках, о том, как наши доблестные блогеры выпускают всевозможные видео по поводу 5 продуктов вредных для вашего организма. Не знаю, как селедка там входит, предположим, или не входит, но тоже вредная. О курении я не буду говорить, о алкоголе, пьянстве, о выпивании. В общем, вредные привычки, вам всем известны. Знаете, мне очень нравится то, что не убивает нас, то можно повторить еще несколько раз. Поэтому вот мы этими вредными привычками... У Насти все хорошо? Да, хорошо. Наверное, камера не так как-то работает, и Анастасия у нас краснеть начинает, поэтому мне сразу тяжело. Можно продолжать дальше? Анастасия. Хорошо. Вот. Я буду меньше дергаться, и все будет хорошо. Соответственно, многие пишут о вредных привычках, и тут я хочу высказать свое оценочное осуждение на этот вопрос. У меня есть знакомый, которому 77 лет, который чуть ли не жрет из мусорника, пьет. А его родственник умер в 30 лет. Никогда не пил, никогда не курил, и был известным спортсменом. Ну вот. И хорошим моим, так сказать, приятелем. Что можно сказать по этому поводу? Да, некоторые начнут. Вот, лучшие уходят от нас, да, подонки ходят и топчут эту землю. Может быть. Ну, давайте разберемся. Что такое вредные привычки? И насколько они убивают человека? Курение. Ну, отчасти попадание, да, конечно, дыма в легкие, накопление там всяких смол, накопление всевозможных вредных элементов. Да, конечно, но извините меня, я вам скажу, что микропаразиты уничтожают легкие гораздо быстрее. У меня огромное количество за время практики и в Германии, и в Израиле, у меня были люди, которые умирали в 35 лет, которые даже не видели никогда ни спиртного, ни сигарет. Теперь то, что касается алкоголь. Ну, алкоголь, в принципе, это в определенной мере продукт, который убивает микропаразиты, да. Ну, в России смазывают спиртом что-то, ручки там, раны йодом. Йод тоже, кстати, на спирту, а не просто так. Конечно, в неумеренных дозах, хотя этот мой знакомый просто не просыхает, понимаете, да, просто не просыхает и живой. Что еще? Какие у нас еще вредные привычки? Вот Настю спросим, Настя, какие вредные привычки еще есть? Ну, вот больше и нету. А вот микропаразиты и отсутствие антипаразитарных программ убивает человека очень-очень даже легко. Сбой иммунной системы, при этом активное участие наших доблестных врачей, не только наших. Посмотрите, что творится в Китае. Вот вам и результат. Поэтому, конечно, может быть, бухать каждый день 4 раза в день, это плохо. Я согласен. Может быть, выкуривать 3 пачки в день, это тоже плохо. Но, друзья мои, ведь логика подсказывает нам, что не это является, собственно, причиной тотального поражения людей диабетом, онкологией и всевозможными заболеваниями. Поэтому давайте будем доверять фактам, а не нашим эмоциям и желанию некоторых поднять хайпа на этой теме. Что нам можно есть, что нам не можно есть, все никак не сделаю видео по воде, которую я вообще не пью, потому что если я мандаринов наелся, извините, у меня вода не лезет. Понимаете, да? А если бы, например, увлекался алкоголем, то пил бы, наверное, сухое вино с большим удовольствием. Там тоже присутствует вода. Поэтому думайте, работайте над собой и выздоравливайте. На сегодня все.